Всем приветики! Я хотел бы вам рассказать о том, как я переболел короной. Получается, где-то в середине января, вечером, ну ближе к вечеру, у меня... Нет, даже, наверное, после середины дня начала побаливать в затылке. Да, ближе к вечеру, но еще не совсем вечер. И боль такая, что такую ничем не перепутаешь. Получается, как сдавливание с таким покалыванием, такое небольшое. Потом постепенно виски перецекло, и в висках уже сильно побаливало. И так перетекало затылок и виски. Причем в затылке даже порой уже становилась просто боль начиналась. Уже не такой, как начиналась, а более такая, как бы, более сильная. Потом вроде как прошло все к ночи, я лег спать. Но проснулся, из-за того, что у меня было, ну, как бы, не помню, из-за чего проснулся. Мне что-то вроде как хуже стало, я не помню, что я в этот момент чувствовал. Но я померил температуру. А, или я проснулся, наверное, меня вроде как знобило немного. Да, меня знобило. Я померил температуру. У меня была температура 37 с чем-то там. И я в тот момент просто, если знобит, это же обычно высокая температура, видимо, к тому моменту, когда проснулся, она уже упала. Я на всякий случай принял аспирин. И потом пошел к врачу утром. Мне дали больничный. И у меня еще, помимо этого, еще и горло болело. Покраснело и заболело горло. То есть, получается, голова болит, температура и горло красное болит. И температура у меня была 3 дня. Доходила она до 38,9. И я ее сбивал ибупрофеном. Кстати, вот я когда пил аспирин, когда у меня было там 37 с чем-то, не надо было. Потому что говорят, что до 38,5 организм сам борется. А уже выше можно им помочь таблетками. Ну, в итоге я где-то так, примерно в таком районе 38,5 уже принимал ибупрофен. Горло, как я не лечил, не полоскал, не пырскал, не помогало ничего. Через 7 дней оно само прошло. А голова тоже, хоть ты принимаешь таблетку от головы, тебе легче станет часа на 4-5. Причем не полностью проходит, а просто она такая слабенькая становится. А то она так сильно будет, а то уже слабенькая. Поэтому я тоже для вас принял таблетку и понял, что особо они не помогают. Ну, легче становится, но не сильно. И через 5 часов опять то же самое. Так не буду уже каждые 5 часов таблетку от головы есть. Но в итоге так вот я и 3 дня провалялся. И реально в это время тебе ничего не хочется. Получается, ты лежишь, у тебя болит горло, голова и температура. И тебе вообще ничего не хочется. Ты просто лежишь и ждешь, когда тебе станет легче. И вот ты просто 3 дня валяешься и все. И вот так у меня были, прошли первые 3 дня. Началось все с 37, потом 38. Потом потихоньку стала проходить, прошла температура через 3 дня. И голова с температурой прошла тоже через 3 дня. А горло, как я сказал, еще, ну как бы, с начала тех дней, ну от начала до конца 7 дней. То есть после прохождения 3 дней, еще 4 дня примерно, горло полило. Потом само прошло, в итоге 7 дней. И еще, когда у меня все прошло, вот эта вот голова, температура, горло, у меня еще был насморк и кашель. И вот это все время я был на больничном. А потом, потом как бы все это прошло. И уже вроде, когда уже, когда уже подходило дело к концу, к концу моего выздоровления, я не помню. Или уже после того, как я вышел из больничного, или я еще был на больничном. Еще был такой момент, я лежал, ну лег спать, а сплю я обычно на спине, на животе. Мне просто нравится спать на животе. Я лег на живот, лежал, ну получается на животе и на груди ты лежишь. И у меня такое ощущение было, как с давленностью в груди. Мне так стало тяжело дышать. И мне стало страшно, что, ну корона, она же некоторым давала осложнения на легкие. И я испугался, вдруг у меня осложнения на легкие. Мне так стало страшно, что, ну, такой один раз у меня было, всего лишь один раз. Но было такое, что у меня было, когда я лег на грудь, у меня была сдавленность в груди. Мне было, ну, реально как-то тяжело дышать. Я перевернулся, у меня какая-то паника началась, что я вот сейчас задохнусь. Я побежал, типа открыл окно, давай дышать. Потом пошел, лег, пооткрывал тоже дверь, окна, ну и так лежал. Потом, ну, потом у меня, ну, уже на живот не ложился. Так на спине и заснул. Ну и все. Больше ничего такого не было. И все, вроде как никаких осложнений, ничего, ну, типа осложнений, ничего у меня не было. Получается, что вот так я переболел корону, и у меня больше ничего после короны такого не было. Хотя иногда бывает, в какие-то моменты у меня тоже в затылке начинает такая, как, такая боль такая. Ну, я не знаю, как описать, она как, так слегка сдавливает и покалывает. И ты идешь такой, вдруг раз у тебя такая боль из того несего, потом проходит. Ну, такое редко бывает, но такое иногда и бывает. Хотя раньше такой боли я никогда не испытывал. Просто у меня голова часто болит, и я, ну, в висках именно. Начинаю так в висках, голова попаливается, такая боль. И я порой, ну, типа привык к этому. А вот именно в затылке это какая-то такая новая боль, которая именно с короны началась. Ну, а так больше ничего такого, никаких побочек, вернее, осложнений не было никаких у меня. Вроде все нормально. Единственное, что из-за того, что я принимал аспирин и бупрофен, у меня, а нужно, желудок влияет. И вот, получается, я, получается, болел с середины января, где-то до февраля. А сейчас уже середина марта. Ну, почти что конец марта. И вот с тех пор, как я, как прошла корона, у меня все более-менее нормально было. Но я так понимаю, что, скорее всего, из-за и бупрофена и аспирина, из-за того, что они влияют на желудок, раздражают его, у меня сейчас обострился гастрит. Ну, не именно сейчас, а где-то с конца февраля. Где-то в 28-х числах февраля, где-то так. То есть, спустя месяц, после короны, видимо, я так понимаю, скорее всего, из-за таблеток, которые влияют на желудок, это все вылилось в то, что обострился гастрит. У меня сейчас, ну, живот, короче, болит. И из-за того, что обострился гастрит. И теперь нужно лечить гастрит, потому что, я так понимаю, скорее всего, это именно эти таблетки дали толчок к обострению гастрита. Ну, он не раньше был, а именно таблетки, потому что аспирин и бупрофен, они влияют на желудок, и вот из-за них он обострился. Ну, а так, кроме этого, никаких у меня осложнений не было, и, получается, я корону в легкой такой форме перенес. То есть, ничего такого страшного не было. И, в принципе, все нормально. Вот так я переболел короной. Ну, и это то, чем я хотел с вами поделиться. О том, как протекала моя болезнь коронавируса. Ну, вот. Ну, на этом все. Всем пока-два.